Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, станица Анапская, перелог Тихий, 26 СТО Вектор. Рядом у нас сходится пересечение с улицей Мира и вот одноименный магазин у ребят с товарами для ваших автомобилей. Здесь работает Максим, наш кудесник, который привел просто нашу буханочку в состояние ракеты. Вы видели видео в наших телеграм-каналах о том, как она разгоняется до 160, как мы ее покупали, видели на ютубе. И теперь пришло время показать вам, что было сделано. Машину было потрачено около 100 тысяч рублей. Все покажу, расскажу и объясню. Поехали смотреть. И вот она. Здравствуйте! Это ребята, которые занимались как раз-таки полностью усовершенствованием. Один стесняется, да? А вот еще один. Все, Максим, представь нам всех свою команду. Рома. Тоже занимался прореком по полу. Помогал, младший помощник, саморезы собирал. Красавчик. Собирал бабушку на диван, получил, очищал, подметал. Все большие молодцы. Давайте сначала посмотрим снаружи, а потом Максим уже подробно расскажет. То есть, то сразу видно, появилась ручка, появилась лестница, появился багажник вот такой, который мы купили на него вместе с летней. Багажник вышел нам в 4 тысячи рублей. Он был от другой машинки, тоже УАЗика. Хан так его называется. Заднюю часть мы им закрыли. То есть, вообще, обычный багажник на всю стоит 27. Мы находили за 10 тысяч под геленджиком. То есть, надо было еще на чем-то ехать, его забирать. Здесь у нас стоят диски и вот такая вот резина. Резина злая у нас обошлась в 46 тысяч рублей. Вообще, могу сказать, что по запчастям, то, что покупали ребята, у меня есть, кстати, список. Вот так, чтобы вам лучше было видно. Посмотрите, запчасти, где просто написано, это подбивали список именно у Вектора. Они вкладывали денежку, потом вот я пришел и оплатил вот эту сумму. Все эти запчасти, которые Максим находил в других магазинах. Сейчас запчастями большая проблема, как вы понимаете, найти что-либо очень сложно. Одно из последнего, то есть, мы все-таки вчера вечером приняли решение, что поменяем стартер. Потому что тот немножечко плохо заводил. А хороший завод для машины, это невероятно важно. Максим не хочет брать деньги за свою работу. И вот мы поблагодарить хотим Максима и само СТО Вектор, которое делает такой огромный подарок для наших ребят, для наших бойцов на передовой Днепре. Машина уже полностью готова. То есть, все элементы, которых не хватало, ребята добавили. И сейчас мы с вами более подробно узнаем о всех действиях, которые Максим выполнил со своей командой, с этой машиной. Даже развал хождения сделан. Максим, тебе огромное спасибо еще раз от каждого, я думаю, зрителя, который будет смотреть. И, ребят, не стесняйтесь написать свой комментарий по всем, что вы думаете. Будет интересно вас почитать. Ну да. Всем здравствуйте. Смотрите, что мы сделали. Помните, да, ручки у нас не было. Погажник у нас не открывался. Сделали ручечку. Убрали ящики вещевые. Убрали задний диван. Машина нужна совершенно для других целей. Здесь тоже ручечку сделали. Приварили. Ну, пойдет, я думаю, будет так нормально. Механизм этот не работал вообще. Я сам помню, что когда открыл эту дверь, вот так вот вытягивал. Да. Нет, хотя здесь в бампере сделали вырез. Для того, чтобы освободить проушину, можно было зацепить прицеп какой-нибудь одноосный. Или вытянуть кого-то, помочь. Или саму ее вытянуть. Этого не было. Сделали отверстие. Можно сюда спокойно вставлять трос. Можно что-то вытаскивать. Не хватало трубы. Трубу тоже. Еще салон, да, у нас. Да, да, да. Вывели остаток трубы, сделали. В вещевой ящике положили инструмент, который предполагается для машины. Здесь у нас для подшипников головка, а также она откручивает толпачок для хаба. Шестигранник для включения переднего моста. Там у нас баллонник, домкрат первой необходимости. Стартер старый положили. Провода у нас для прикуривания. Ну и там мелочок всякий. Охлаждающая жидкость. Масло дороги. Я купил отдельная сетка, по-моему, 6 или 7 тысяч рублей она стоила. Это маскировочная на машину. И вы еще нашли, положили дождевик. Дождевик. Сделали светотехнику. Теперь у нас работают габариты, стоп-сигналы. С той стороны поворот правый, боковой. Лестница, корзина. Проект его был интересный. Корзина была с Хантера. Лестница тоже. И все это надо было как-то интегрировать в буханку. Поэтому, ну, что подрезали, что выровняли. Такая массивная, четкая. Ручка получилась. На корзину теперь удобно залазить. При этом корзину расширили. Вы можете увидеть, что здесь как раз таки делали вставку. Ребята и покрасились. И перемычку еще добавили вдоль. Потому что отверстие получалось большое. Ну, чтобы не вываливалось. Также сделали крепление. Потому что ничего не было. Это все делали сами. Вырезали, подгоняли, собирали. По передней части вы все видели, что ободка не было фар. Установили ободок. Отрегулировали фары. Теперь они не светят под машину. Светят как нормально. Решили вопрос с умывателем стекла. Установили бачок, насос. Вот он присутствует, бачок. Насосик другой поставили. Более производительный. Вот. Рома тут подключал провода. Трубочку вешал. Тоже этого ничего не было. По мотору были произведены работы. Кое-где подтянули хомуты. Поменяли шланги. Поменяли свечи. Почистили дроссельный узел. Также регулятор холостого хода. Поменяли пробку. Как и обещал. Да. Все видели. Стартер поставили новый. И свечи. Также заменили масло. Воздушный фильтр. Я думаю, стоит тут слушать, как она так заводится. Поменяли также ремень генераторный. Поставили новый. Поставили датчики давления. Давление аварийного. И включение лампочки. Теперь у нас на приборной панели. Показывает аварийное включение давления. И показывает давление масла. Самое интересное, что прошлые покупатели, которые пришли, не купили эту машину. Из-за того, что датчик давления показывал неточные данные. И просто цена вопроса была датчик давления. Да. Сколько давления механическим пробовали, замеряли. Подняли машину. Сейчас вам покажем, что сделали снизу. Поменяли сайлентблоки рессор переднего и заднего моста. Новые резиночки. Поставили новые болтики. Также обслужили передний мост. Поменяли сальники поворотного кулака. Сальник полуоси. Добавили смазку наконечники рулевые. Также были заменены шланги тормозные на новые. Система тормозная была полностью прокачана. Скажи о том, как они будут тут прикручены проволочки. Да, были прикручены проволочки. Кстати, шланг с левой стороны, передний, был газелишный. Даже не уазовский. Ну, потому что тяжело было их найти. Что смогли, то и прилепили. Мы же нашли. Поставили то, что должно быть. Гаечки даже поставили. Новые. Делали, как должно быть. Сапуны новые на мосту. Сапуны, это что? Ну, он скидывает избыток давления с моста, чтобы не разрывало сальники, не выдавливалось под них. Да, колпачок такой. Там пружинка, шарик. Также были заменены крестовины. Полностью все четыре крестовины. Переднего и заднего кардана. То есть, вот тут я что-то смотрю тоже помазанное. Да, это помазанные пальцы обслужены. То есть, добавили смазку, прошли, пришпицевали автомобиль полностью. Вот отсюда прям видно, смотри, и мешочек. Вот он, датчик масла, кстати. То есть, кому интересно. Стартер. Мновенький. Также был заменен шланг сцепления. Были поменены масла в агрегатах. Все полностью в двигателях, коробке, в раздатке, в заднем мосту, в переднем мосту. Все сливалось, заливалось новое. В общем, выглядит прям все очень симпатично. Вот тут где-то что-то тут, иголочки, которые ты мне говорил. Да, да. Турбобуханка ехала без иголочек в крестовине. То есть, они могли просто скачать, да? Ну, люфт шел, вибрация была. А мы гинали. Идем дали. Также втулки поменяли на амортизаторах. Ну, уже разбирали, новенькие подкинули. Там и там. Посмотрите, машина-то, в принципе, состояние офигенно. Она нигде не повернивая. Да, и кузов, и рама четко все. Оглушитель вообще закрыли, не понял. Амут поставили. Болтался как это. Поэтому сейчас так работает четко, да? Он бил, обратно. Угу. Выровняли оглушитель, он же боком лежал. Выровняли, там, чтобы не било, тоже сделали. Трубку поменяли заднюю тормозную, потому что, когда стали откручивать, она закисла, свернулась для замены шлана. Шлана тормозного заднего. Колодки стоят новые, буквально так и поменены. Цилиндры новые стали. Это от предыдущего хозяина осталось. То есть, к чему, что, когда мы залезли под нее, да, она такая страшная была, ужасная, но потенциал у машины был. То есть, ну, мосты, хвостовики не болтались, течи нигде такие не было, так особой. То есть, ну, буквально там вложение небольшое. Все буквально целое. А мотор этот завелся, не задымил ничего. Запаска появилась на своем месте. Ее не было, кстати. Да, с хорошим протектором. Одно колесо выбрали, поставили. Вот, развели колодки, в принципе, прокачали тормозную систему. Клушитель добавили. И вот тут тоже подушечка. Да, и подушки-ресор. Все новые стоят, все резиночки новые. Как твое ощущение просто? Сколько машина еще проживет? Подкидывать в любом случае надо будет. Это же старый автомобиль. Что-то, ну, ломаться будет. Ну, а так, визуально, то, что видели, все поменяли и делали. Подготавливали машину. Самое главное, посмотреть на эти колеса. То есть, как они будут отпитывать грязь и путешествовать. Для нее преград, по идее, вообще не должно существовать. Особенно, если она легкая, то она не должна сесть нигде. Передний мост. Да, передний мост, понижайку, и все, она поползла. Она на такой резине поползет. То есть, перед том, что мосты все работают, все работает. Здесь заменили тоже. Пробку новую поставили. Да, потому что за него масса у нас всегда меняется. Вот такая красота, дорогие друзья. Да, это все, что смогли сделать за такой промежуток времени. Защелочки, да. Красота. Слушайте, ну, я в восторге, на самом деле. Просто стопа сделана. И открыл Максово. Такая корова нужна самому. Я тоже получил массу удовольствия. Во-первых, с проектом, с этим. Что мы занимались, помогали людям. Почему отказываешься от денег? Зачем? Не посиди зачем, а почему это? Почему отказываюсь? Да. Сделал доброе дело. Вот так вот. Надо делать добрые дела. Ребятам сейчас очень тяжко. Это мы здесь в гараже в теплом. Одетые, обутые. А там, как Юра показывал, что в землянке люди живут. Это хорошо, когда в землянке тоже обустроено жилище. Я там показывал просто временные навесы. Куда-то залезли, там и спят. То есть, мы готовы, ребята, к выезду. Сейчас подбиваются все списки, которые у нас заказаны. Огромное количество посылок готовится. У нас вот сегодня я приехал только из шестой школы. Там дети вместе с родителями подготовили подарки для наших ребят. Добрый день, уважаемые зрители. Мы находимся на территории шестой городской школы. Я директор школы Боровая Татьяна Леонидовна. Рядом со мной наши учащиеся представители ученического самоуправления. Меня зовут Кирилл Костромитин. Я ученик 11-го Б-класса школы номер 6 имени Калинина. Ученический совет нашей школы выступил с предложением собрать гуманитарную помощь для наших защитников, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Ученический совет обратился к родительскому комитету, к учащимся, для того, чтобы помогли собрать гуманитарную помощь. Для этого потребовалось около недели. В основном собирали теплые носки, перчатки, сладости, чай, кофе, конфеты. Все это мы делали для того, чтобы каждый защитник почувствовал наше тепло, любовь, заботу, которая пришла к нему из родного дома. И мы надеемся, что в эту новогоднюю ночь каждый наш воин почувствует частичку тепла и заботы. Меня зовут Аронова Вероника, я учащаяся 9-го Б-класса, школа номер 6. Мы с ребятами приготовили письма военным и также сделали открытки, чтобы солдаты почувствовали всю эту атмосферу и ждем скорейшего их возвращения домой. Добрый день, меня зовут Виктория, время быть вместе. Мы хотим поблагодарить директора 6-й школы, Боровую Татьяну Леонидовну, учащихся 6-й школы и родителей за сбор для наших солдат вот таких вот подарков. От себя хочу поблагодарить каждого человека, причастного к помощи нашим ребятам. Спасибо, что вы помогаете, ведь с вашей заботой им там легче и гораздо уютнее будет. Собрано огромное количество гуманитарной помощи, то есть все нужные вещи, сладости, лекарства, носки. То есть к Новому году будут просто самые шикарные подарки. Спасибо. Победа будет за нами. Спасибо. То есть очень много всего происходит. Сейчас даже елку из конфет принесли, то есть это восторг. Но это еще не все подарки от Виктор, СТО и от Максима. Мы сейчас пойдем посмотрим. У нас еще плюшечки есть, мы ребятам должны показать плюшечки. Пойдемте. Мы оставили. Ну, у меня. Конечно. Спасибо. Спасибо, хоть вспомнил. Даже Джарик появился. Он, кстати, с Джарником познакомился, Максим Город, а раньше все рассказали, что Джарик что сделал? Поселил Максима. Помог. На Черном море. Вот. Да, так вот. И сделал так, что он остался. Бенки, это что за Бенки? Брат, меняйся и глядишь. Сто процентов. Бенки, Бенки. Ну, заводи. Ну, дай бог, чтобы ребятам во благо пошло. Дай бог, чтобы ребятам во благо пошло. Ребят, смотри, что мы нашли. Мы нашли подкову. Пошла с этим автомобилем. Ну, ребятам на счастье будет, да? Мы ее не выкидываем. Да, оставляем здесь. Может, она нам поможет. И также оставили о себе память вот такую вот. Я думаю, ребятам будет приятно. Я уверен, что будет приятно. То есть, такая вот, как бы, вот от подписчики Азаровского. Тут вот фамилии ребята свои указали. Тот, кто делал, тот, кто помогал. Тот, кто предоставил возможность это сделать в сервисе в этом. Здесь все оставили свои автографы. Все, кто причастен к этой ночи. Да. Очень круто. Все, идем смотреть подарочки. Почему Джаник приехал? Он принес Юрия Азаровскому. Это не Юрия Азаровскому. Это наша подписчица из Питера. Навязала носочков для наших ребят. И передала им, чтобы мы отвезли от души. Спасибо огромное. Это улица Мира. Перелог Тихий Перекресток. И вот магазинчик сам находится именно здесь. Это Эдуард, руководитель фирмы Вектор. Координаты, ребята, полностью все. Я сам только здесь меняю свое масло и ремонтирую свою машину. И один раз вот Максим меня прям спас. Да? Помнишь, как приехал, говорит, и починил машину. Я тогда думал, что все, в моей машине хана. И с запчастями, то есть, все заказы. Эдуард заказывает, все приходит вовремя. Это как прям очень хорошо. И что хотят они подарить еще нашим ребятам. Бонусом ко всему тому, что вы увидели. То есть, ремонт машин. То есть, это консервы, сладкое, чаи. Такие вот консервы, макарошки. Ну и, конечно же, вот такой вот привет в виде фруктов для создания новогоднего настроения для наших ребят. И вот еще небольшой наборчик. С-Кастина, строительная компания, тоже передачка для наших ребят. У нас остаются совсем считанные сутки, так сказать, к моменту выезда нашего на СВО, на этой машине, которую вы увидели. Я хочу от имени вас всех, от своего имени, от имени тех ребят, кому эта машина достанется, поблагодарить СТО «Вектор», который находится на пересечении приор Тихий и улицы Мира Станицы Анапской. За то, что они вложили свои силы, душу для того, чтобы нашим ребятам было легче. На передовой они могли вылазить раненых и обеспечивать себя какими-то элементами нужными для них ту же самую воду, например, привезти. Представьте, сейчас уже там минус, идет снег, и по зиме тащить водичку довольно-таки тяжело, 8 километров. Но, ребят, благодаря вам, вашей работе, у них теперь будет такая же возможность. И благодаря всем тем людям, которые поддержали финансово наш проект, ну, теперь осталось дело за малым, доехать и передать им. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Надеюсь, что мы сможем сделать их жизнь, быт немножко легче. Всем до свидания. Пока. Пока. Продолжение следует...